В разрушившемся здании памятника архитектуры на переулке Нахимова уже третий день ведутся работы по разбору завалов и демонтажу аварийных конструкций. На месте работают несколько единиц тяжелой техники, около 10 рабочих. Переулок Нахимова перекрыт. По словам рабочих, за эти дни они уже вывезли более 10 тонн завалов. Также демонтировали фрагменты поврежденной крыши и шифера. По словам некоторых активистов, на месте происшествия был обнаружен еще один провал в асфальте, кроме того, который произошел за несколько дней до обрушения самого здания 9 апреля. Этот провал находится за моей спиной. Еще один провал мы на месте не нашли, хотя обошли здание с двух сторон. Изначально действительно было два этажа, здание достаточно крепкое, не знаю, зачем там нужны были какие-то противоаварийные работы. Сколько раз я не проходил мимо него, но визуально не было никаких фактов того, что здание находится в аварийном состоянии. Я, конечно, не специалист, но визуально оно было вполне нормальным, крепким. И вот 6 апреля я от своих коллег, краеведов, узнал новость о том, что вроде как там повреждена табличка. Это старинная закладная доска с именами архитектора. В Добровольске из шведов там было написано. Эту закладную доску они просто сковырнули и разбили на мелкие кусочки. Те, кто проводил строительные работы. Я не понимаю, каким образом уничтожение закладной доски вообще относится к противоаварийным работам. И если проводились противоаварийные работы, каким образом произошло обрушение крепкого на вид здания. Судя по всему, внутри начали разбивать несущие стены для того, чтобы расширить объем. И это привело к разрушению. Вот с моей точки зрения, это самое простое объяснение того, что произошло, как оно могло произойти. Нужно напомнить, что это нежилое здание по переулку Нахимова 3 является домом Шестовской и Новомиргородской московской биржевой артели. Оно частично обрушилось 9 апреля. В этот момент там велись противоаварийные работы, которые были санкционированы облгосадминистрацией. В результате обрушения никто не пострадал, но в момент этого инцидента прохожие, заметившие, что здание валится, едва успели отбежать от этого опасного участка. Мы продолжим следить за развитием событий и за разбором завалов на переулке Нахимова. Предсказать, сколько это будет длиться, пока очень сложно. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал «Репортер».